туда 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 вот да и дальше смотрите дальше вполне логично чтобы обойти воздушную кость мы можем сразу начать массировать негодицу вот такими круговыми движениями концентрическими движениями собираясь вот сюда вот этой точке где косточки видите вот к этой косточке да нет это локтями это я просто вам показываю подождите давайте я сначала объясню да и вы сейчас это все сделаете одно косточку да начиная косточку теперь смотрите движение как в акцент сделали в сторону и дальше мы по спирали ки продолжаем выгибать сегмент виска спираль рисуется с позвоночником мы касаемся все от низа кверху от низа кверху видите назад мы можем локтем пройти вот так это будет славно опять же по позвоночник посмотрите еще раз показываю хоп нырнули разрезали как нож масло хоп и надели нижнюю часть от верхнего да все ягодицу охватили широко потом уже концентрические круги сужаются и начинаем движение по спирали в твердую сторону вот здесь мы можем маневрировать как хотите поострее нажать если у вас там снежный клиент да с такой нежной консистенции своего тела и делать плоскость вот такую из вот этого треугольника вы можете видеть вот этот треугольник но получается мягче Татьяна да? да получается мягче а если такой уголком получается? по среднему то вот так ну да чувствуешь да? да 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 практически этим уголком мы заменяем вот эти вот точный массаж который мы можем инструментами сделать на попробуем инструментами так проходимся так два-три раза вообще все движения старайтесь повторять более двух раз один раз это как бы мало два раза это для закрепления четыре раза более четырех раз это уже слишком много для человека поэтому ну опять же я обычно работаю с часами у меня всегда бесит а я понимаю сколько по часам мне осталось и я как бы два-три раза закончу то есть второй раз мы опять же вот так сделали но при этом опять же знаете как мануальная техника в чем заключается во-первых мы сегментированно раздвинули его да? а во-вторых вот эти зажимы поясницы с крестцом мы тоже отодвигаем вот таким движением прям упираясь в таз вот это интересно а не раздвигаем мы тогда раздвигаем можно сделать мягко можно вибрационно вот так вот пройтись видите? тут движение идет смотрите за счет чего ударить за счет вторая рука вторая рука смотрите молота вот грубая то есть эта рука у нас превращается в инструмент ну грубо говоря долоту например да? а эта рука превращается в ударный инструмент можно хоть вот так конечно забивать вот молоточек вот так и одновременно придерживая локоть этой рукой мы продолжаем движение дальше то есть мы его не закончили мы продолжаем вернулись опять обошли подвздошный гребень простучали либо провибрировали вдоль вот этого на разжимание на разжимание мы здесь не понимаете этих всех мышц и опять провели спиратку сюда далее сразу же у нас техника не заканчивается а переходят в так называемый рубанок у нас рука превращается в рубанок знаете как это такое да? все предплечье у нас работает здесь мы держим как ручку рубанка как мы обычно стругаем доски да? вот так вот и я соответственно встал в стойку специальную видите? чтобы двигаться вот в этой стойке можно делать движение как вперед так и назад можно опять в этой стойке двигаться вот сейчас мы делаем энергичное движение только можно ну конечно так можно продорвенно вдоль спины но мы еще сделаем с вами вот такие круговые захватываем ягодичную мышцу крупную захватываем вот эту широчайшую и вот эту активную проходим видите? я гнусь при этом смотрите на мой корпус работаю телом смотрите как он выпрямился встал здесь смотрите на меня как совсем масса своей я опускаюсь вниз при этом я разжимаю опять вот центр позвоночника вот сюда ведет в периферии это наверное сороконожка тут пробежала и оставил следы да? вот здесь да? вот вот так мы делаем все пока на этом закончим это движение запомнили? что? давайте делайте вместе там вместе мы здесь не поместимся так ну давайте по очереди да давай сначала ты Максим потому что ты с этой стороны да? чтобы она разогревалась прям разогрелись сопли подошли да? вот видишь позвоночник 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 только не задеваем помните что позвоночник мы не задеваем подвздошный гребень да? проходи подвздошный гребень подвздошный гребень подвздошный гребень сейчас убираться не запомнили ну вторую руку добавь нет тут же хватало я что так себе хватало что это про инструменты весь там один в другой подкорку вот так вот подвздошный гребень только не на позвоночнике я там вот тут вот где костечка идет смотри ты костечку видишь вот он вот мы проходимся вот про вот этой кости видите между ней и между там желатом сегитарной частью человека да 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 и то же самое можно просто не обязательно так стучать да? кто-то у вас очень хрупкий будет хотя вы просто проявируйте особенно вот здесь где стыкуются здесь вообще шеточка болевая да поэтому там сильно не нажмите вот и дальше опять же сперва пересет нету дружи а у него сколько нету 38 нет просто Олег, аж без томографии можно понять дружище нет нельзя ой это есть такие мифы определенные среди даже медиков просто я хотел бы попозже рассказать короче еще раз повторяю что вот у каждого позвонка есть вот такой отросток называется остистый отросток еще два внизу есть для которых крепится к другим позвонкам мы тут щупаем только остистые отростки мы никогда не сможем прощупать сам позвоночник вы помните если вам кто-то профессионал говорит какой-то массажист или мануальчик мануальчик о, у тебя тут грыжа никогда она не нащупает там до позвоночника еще сантиметров пять а то и семь иногда самые острые кости здесь нет, не суставы это косточки вы же это не китайцы покрыли естественно если этот остистый отросток повернулся мы можем проверить ротацию он может каждый позвонок ротирован мы это проверяли и подбивали вот этими движениями сейчас еще другие движения мы тоже будем для этого делать далее когда он поработал ну во-первых он определить грыжу или протрузию может только с тем слушаем если симптомати если снимать это если хочешь на голову поставить еще раз позвоночник показываем он имеет с-образной формы знаете почему? ну сначала ребенок рождается спрямую а потом за счет когда приходит встает все да-да-да они со временем появляются у него вот такой горбатый немножко потому что вот эта с-образная форма она дает нам определенную амортизацию когда мы ходим прямо ходящие да у нас как пружина работает позвоночник но у него оси стоят просто вот так вы ходите и если они где-то начинают соприказать а протрузия это значит какой-то наш полудочный диск стерся соответственно они осели то можно постно сказать наиболее александр у нас пишется запись видео ты говоришь меня перед камерой ты все время забываешь понимаете что происходит вот эти протрузии они как бы сближаются и человек в принципе может косвенно сказать да у тебя протрузия грыжа примерно то же самое но это только может методом пальпации предугадать предсказать наиболее точный способ только рентген ну у меня это погрешность большая 100% да томография магнитно-резонансное тестирование она наиболее точно вам это все покажет и только с этими карточками можно ходить специалисту мануальщику а то тут люди мне тоже рассказывают ой я схватил там банками потёр потёр грыжа избавилась у меня грыжа уже нет да он и не только не определил он даже не мог ее избавить опять же сейчас дело какого германии а можно я скажу вот я буквально с твоим тренером вчера встречалась по танцам что он ее грыжа тут и она сказала сходил к манальщику в свет прямо она сказала что он где и там как-то сделал ну разогревал на это место она засасывалась из бутылки ну во первых смотрите 80% людей живут в грыжу вообще не подозревают что она есть да в зависимости от где она и банками он по сути не в грыжу избавился грыжа это выпячивание из диска то есть если он ее банки вытягивал сюда то он ее увеличил понимаешь это нонсенс он таким способом он не мог избавиться что он делал дело в том что слушайте внимательно это миф в 90% случаев это не грыжа это мышцы это так скованы мышцы поэтому банк разогревал и вытягивал расслабляя вот эти мышцы она была понимаешь мы делаем то же самое руками она по-моему была на этом томографии и мне сказали что у нее прыжа ушла ей прыжа нет а потом она проверила вот важность в том что потом никто не ну она тренер надо же до и после этого диагностика я сказала что у нее грыжа после она вот в среду пошла мальчику потому что у нее очень кинуло таз и спину грыжа это не уберется это симптоматика она сказала но диагностики не было она не пошла на МРТ не сходила но после этого на ней только в среду вот я вчера с ним видела ну и что у меня боли просто симптомы ушли ну как бы да она сказала что осталось физическое то что воздействие но симптомы ушли и это шрам сделаете агностика во втором она действительно меня одевается это очень понятно на вопрос ответил что 80-90% случаев это не грыжа это беспокоит это беспокоит именно мышцы и мы сейчас используем разные методы уже по моему третий метод там еще четвертый пятый есть как это все расслабить с каким способом вплоть до медитации тоже помогает так сейчас мы работаем технику рубанок делали а ты сделала полностью у вас тоже нет а ты только сделала вот эту сперой давай ложимся делать карабаны давайте закрывайся то я ослаждаюсь да ты много вопросов задаешь а потом еще сама на них отвечаешь Татьяна так мне интересно руки на теле у всех быстро давайте делай что-нибудь просто поглаживание как можно бросить голое тело да вот смотрите опять поглаживание после любви отвлеклись да сразу же раз что-нибудь и погладили да отвели кровь чтобы она чувствовала тепло чтобы у нее не уходило то тепло которое мы с таким трудом сейчас сделали за деньги тем более да ну Олег извините что много вопросов вопросов грыжа меня интересует мне много приходят говорят грыжа грыжа это не приговор и я просто не знаю как им помочь хочется все таки помочь людям у кого грыжа или может там может это не грыжа а как вы говорите зажрайся зажрайся ну я про это еще раз скажу я буду рисовать на вот этой доске что такое грыжа это 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 тетю знаешь а вот это дядю знаешь да а кто это такой это это а если я сделаю вот так уже не я нет да 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 второй рукой держи за палец либо либо вот видишь вся рука превратилась в рубанок смотри да ты если разогреваешь ты ведешь именно под плечем а если хочешь что-нибудь продлить жесткость вот здесь доводишь локток вот вот туда только на косточках крапи на косточках можно было по мясу иди по мясу жирное такое крем смазанное слюное да 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 и круговое движение ты делал круговое движение вот тут вот и вот тут нет 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 даже если так показывать да я так не показывать еще раз показывай смотри вот это вот во всем закончил да теперь сразу же берешь нет здесь на канале да и идешь большие движения вот так вот так вот здесь всем корпусом работает вот так можно вдоль сделать если заканчиваешь можешь сам вот так вот так вот так проехаться и возвращаемся обратно сюда крючка существует нет нет ты с этой половинкой делаешь с этой половинкой не смотришь не смотришь не смотришь не смотришь не смотришь стульчик убери он тебе мешает это тоже не смотришь пол это не смотришь